МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Майке в студии Антон Грабарев. 21-летняя жительница Магнитогорска закапывала наркотики в соседнем городе. Картолинский городской суд отправил жительницу Магнитки на 5 лет в колонию общего режима за распространение наркотических средств. В мае этого года осужденная на территории Картолов в 12 тайниках разместила наркотики общей массой 11 граммов. Вскоре ее задержали сотрудники полиции. Наркотические средства, размещенные в тайниках, изъяли. Помимо этого в автомобиле преступницы нашли еще почти 30 граммов наркотиков, которые были распасованы, а значит готовы для сбыта. На этапе предварительного следствия тогда еще подозреваемая согласилась на сотрудничество, что позволило ей рассчитывать на более мягкое наказание. В итоге женщина получила наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Аналитики портала Superjob провели опрос среди жителей мегаполисов страны и выяснили, «Население каких городов больше всего нуждается в новых противоэпидемических мерах в связи с ростом заболеваемости ковидом». Первую строчку рейтинга возглавил Челябинск. 37% работающих жителей заявили, что ужесточение мер необходимо. При этом 36% ответили отрицательно, а 27% воздержались. В соседнем Екатеринбурге также треть опрошенных ответили, что регион нуждается в более серьезной защите, а 45% ответили против. В одном из домов по улице Достоевского в квартире на первом этаже из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел пожар. От сигареты загорелись и были уничтожены вещи, мебель на площади 15 квадратных метров. Пострадал 62-летний мужчина. Он получил тепловой ожог первой и второй степени рук с повреждением 9% тела. Пострадавшего доставили в горбольницу номер 3, но после осмотра его отпустили домой. Кроме того, еще одного жильца вызволяли из дымного помещения с помощью спасательного устройства. Несколько жителей Челябинской области отправились работать на прииск. В итоге украли золото и серебро более чем на 3 миллиона рублей. Трудились они вактовым методом на золоторудном месторождении в Бурятии и однажды наткнулись на жилу. Тогда мужчины решили дополнительно подзаработать. Они похитили концентрат весом почти в килограмм, в котором содержалось около 725 граммов золота. Добытые незаконным путем мужчины перевезли в Челябинск на поезде. Драгоценный песок сыпали в пять свертков, которые спрятали в личных вещах. В настоящий момент вактовики находятся под подпиской о невыезде. Им грозит 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Мошенница расплачивается в магазинах Магнитогорска дублями. О мошеннице горожане предупреждают в социальных сетях. Молодая девушка расплачивается в магазинах дублями. Это купюры банка приколов. И хотя заявление по указанному в соцсетях факту пока не поступало, информацию правоохранительные органы все равно возьмут на контроль и проведут проверку. К слову, случай не единичный. Выявляют такие факты примерно раз в полгода. Так, в Магнитогорске в прошлом году задержали еще одну любительницу расплачиваться дублями. Девушка ходила с билетами банка приколов по кофейням. Что же касается настоящих фальшивок, то с начала года в Магнитогорске выявлено уже более 10 случаев распространения поддельных купюр. Это банкноты номиналом 2 и 5 тысяч рублей. В Челябинске выставили на продажу слона. Этот лот появился на популярном сервисе объявлений. Огромный слон, конечно, не живой, а металлический. Продается он за 9 миллионов 220 тысяч рублей. Металлическая скульптура слон, ручная работа, художественная ковка, написал автор объявления. Она была установлена в Ленинском районе, возле Копейского шоссе. Горожане отмечают, что слон является своеобразным ориентиром. Его очень хорошо видно с дороги. Металлическое животное стоит на постаменте. В общей сложности имеет высоту примерно 4-5 метров. И, судя по всему, весит очень много. Опасное заболевание выявили в Челябинской области. В регионе найден новый очаг африканской чумы свиней. Он находится в городе Коркино. Там в одном из подсобных хозяйств из-за вируса погибли 6 свиней. Об этом заявили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. В очаге инфекции находится 224 животных, в угрожаемой зоне 458. На месте работают специалисты. Приняты необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. По предварительной версии, причиной возникновения болезни стали пищевые отходы, не прошедшие термическую обработку перед тем, как попасть на корм свиньям. Добавим, по данным регионального управления Россельхознадзора, только в октябре это уже четвертый подобный случай в Челябинской области. И о погоде. Сегодня днем в Магнитогорске 14 градусов тепла. Облачно, но без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров от унного столба. С вами была программа Вести Магнитогорск. Субтитры создавал DimaTorzok